привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и сегодня я покажу и мы обсудим один очень известный опыт мы когда-то показывали в ролике закон бернули а еще несколько лет назад была такая задачка на международном турнире юных физиков а опыт состоит следующим вот здесь у меня воронка присоединена к выхлопу пылесоса вполне сдувает как вы видите а теперь я беру этот же шарик и помещаю его туда в воронку и он не вылетает хотя он достаточно легкий более того я его поворачиваю вот вы его там видите и даже переворачиваю а шарик удерживается в воронке ну и спрашивается почему же это происходит вот он выпал и вот я изобразил сразу же перевернутую воронку шарик в ней и вытекающий из воронки через щели между ее стенками шариком воздух ну и нам надо теперь расставить все силы действующие на шарик понимаешь что поскольку шарик покоится сумма действующих на него сил равна нулю ну и мы начнем силы тяжести она направлена вниз и понятное дело что шарик хочет выпасть благодаря действию этой силы а все прочие силы которые действуют на шарик это силы давления со стороны воздуха и надо их тоже расставить ну смотрите я вычту из всех этих сил атмосферное давление буду изображать избытки и недостатки соответственно по отношению к атмосферному давлению но ясно что раз шарик перекрывает выход воздуха из трубки то там внутри трубки давление повышенное по отношению к атмосферному ну и соответственно на верхнюю часть шарика у нас действует сила направленная вниз струя тоже хочет вытолкнуть шарик из трубки что же шарик здесь удерживает ну и соображение такое что надо учесть закон бернули согласно которому сумма ру в квадрат пополам и давление есть величина постоянная вдоль линии тока правда закон бернули относится к течению идеальной жидкости я не совсем уверен что течение в нашем случае можно считать идеальным но тем не менее у нас воздух разгоняется в щелях соответственно давление должно падать и если это так то тогда вот это вот как бы недостаток давления по сравнению с атмосферным здесь в щели мы изобразим вот такими стрелками они направлены перпендикулярно поверхности шарика но у них есть компонента направленная вверх она и будет уравновешивать те силы которые направлены вниз ну а снизу у нас давление атмосферное его поэтому совсем не изображаю никакими стрелками ну вот объяснение а теперь надо взять и проверить его на опыте и для проверки этого объяснения мы построили вот такую установку здесь воронка сразу стоит вертикально ней подснена воздуходувка я еще включил помещаю шарик и он зависает там внутри отключаю воздух шарик выпал а еще к этой установке проснены четыре выхода от четырехканального датчика давления первый канал подсоединен к трубке по которой под подается воздух а остальные три канала подсоединены к воронке причем один из них будет измерять давление перед тем местом где шарик соприкасается с воронкой другой непосредственно в этом месте а 3 уже за выходом воздуха из этой щели ну и мы посмотрим на показания всех четырех датчиков давления мы начинаем эксперимент сейчас давление во всех четырех каналах атмосферная но а соответственно на нашем графике оно равно нулю это разность давления с атмосферным давлением теперь я включаю воздуходувку и давление поднимается до 2 килопаскалей в том канале который присоединен к входной трубе а в тех каналах которые присоединены к воронке пока что давление колеблется вблизи атмосферного ну и мы делаем следующий шаг вставляем туда шарик он зависает в воронке и вибрирует и что же мы видим ну давление во входном канале несколько поднялось и при этом зеленый график это давление в трубочке которая стоит перед шариком оно поднялось до двух килопаскалей а что такое красный шаг график который ушел в отрицательные давления ниже одного килопаскаля в минусах это давление в трубочке которая стоит как раз напротив шарика в соответствии с предсказаниями теории ну а малиновый график который остался практически неизменным это давление в трубочке которая стоит за шариком и еще раз я хочу подчеркнуть что мы видим вибрации во всех каналах давление они связаны с вибрациями шарика выключаю воздуходовку и все давления опять спускаются до нуля с равновесием шарика мы разобрались а теперь надо понять почему это равновесие является устойчивым а о том что она устойчивая свидетельствует колебания шарика который мы наблюдали когда он двигался по-видимому вверх-вниз а может быть вообще-то совершал еще какие-то поперечные колебания ну вверх-вниз шарик идет вниз и должна возникать дополнительная сила которая толкает его вверх шарик идет вверх по отношению к положению равновесия и тут возникает дополнительная сила толкающая его вниз ну сила тяжести она постоянная значит равновесие обеспечивается силами давления динамической природы ну что у нас может быть шарик идет вниз и быть может возрастают вот эти силы а быть может падает вот эта сила дополнительного давления и наоборот шарик идет вверх быть может быть вот эти силы уменьшаются а быть может вот эта сила возрастает но желательно разобраться с этим вопросом тоже ну и мы сделаем это в очередном опыте и мы ответим на этот вопрос с помощью еще одного эксперимента снова пускаем запись включаем воздуходувку и даем шарику повиснуть в трубе а смотрите что я буду теперь делать я беру шарик рукой и то прижимаю его к воронке то наоборот чуть-чуть отвожу от воронки и давление в трубе при этом перед шариком меняется очень сильно а вот давление в щели между шариком и воронкой то которые отрицательные показаны красным она меняется незначительно ну и тем самым мы можем ответить на заданный вопрос получается что за вертикальное равновесие шарика отвечает в первую очередь давление внутри подводящий воздух трубы и избыточная сила которого показано вот этой синей стрелочкой когда шарик опускается ниже воздух сбрасывается через селе сильнее и сила давления падает а когда шарик наоборот прижимается к стенкам воронки эта сила увеличивается ну и отсюда возникает устойчивость равновесия и по-видимому отсюда же возникают и колебания относительно положение шарика хотя впрочем я как бы полной уверенности здесь не имею потому что возможно что эти колебания связаны также с поперечными движениями шарика и его прижиманием только одной только другой стенки воронки и вот что мы обнаружили с этими самыми стенками выяснилось что у шарика кроме стандартного положения равновесия вот здесь у центра воронки есть еще одно положение равновесия сбоку и при этом он вращается и довольно быстро посмотрите как это происходит и более того когда я ставлю руку то вот здесь я вообще не ощущаю никакой струи а перемещаю ее на другую сторону воронки и вижу что струя бьет вдоль стенки ну и спрашивается вот мы старались там все делали максимально симметрично и входное сопло и все заглаживали а тем не менее струя прижимается к стенке почему это происходит и почему шарик висит в этой струе ваше соображение на этот счет вы можете писать в комментарии к этому ролику на ютубе я я а это Субтитры создавал DimaTorzok